Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать всех вас на моем канале! У нас сегодня с вами дегустация! Много йогуртов, которые мне привезла Желиза, за что ей огромное спасибо! Вот, здесь есть мой любимый, вот этот, вот я его просто обожаю, Дониссимо. Но вообще попробуем мы все и сделаем вердикт. Первое, второе и третье место, самый вкусный йогурт. Но нужно еще, конечно, учитывать тот момент, что ценовая категория здесь разная, и понятное дело, что этот стоит дороже, а вот этот совсем копейки, поэтому как-то так. Итак, первый, который мы будем пробовать, это Дониссимо с вот этими вот шариками. Я просто обожаю, это невероятно вкусно. Сейчас смотрю на себя, я похожа на копченую курицу просто. Это все потому, что у меня в камере есть цветокоррекция, и здесь белый цвет, а я на заднем плане. Короче, ребят, ничего. Я очень извиняюсь, но я вынуждена сделать вот так вот. Обожаю, просто обожаю этот йогурт. Вы делаете вот так вот, кто не знает. Обязательно все вываливается. Перемешиваем. Просто любовь. Этот йогурт, это просто любовь. Он есть с разными шариками, там слаймом, шоколадом. Обалдеть, как вкусно. Сегодня снимаю для вас влог. Еще идем с мамой к врачу. Мои шопинг-влоги всегда заходят. Всегда вам нравится, как я бюджетненько где-то что-то могу купить. И сейчас немного волнуемся. Сегодня как раз таки мы получим с мамой анализы ее. Сказать, что мама что-то прям беспокоила, и мы пошли к врачу, это будет неправда. Просто я поняла, что время от времени нужно ходить на... Обследование. А мы это не делаем. Просто потому что нормально себя чувствуем. Прежде всего здоровье. Все остальное второстепенно. Работа, дела. Вот, например, когда я лечила свою кожу, я тоже сдавала все анализы. И вы знаете, у меня всегда была какая-то хроническая усталость. Вот всегда мне было как-то тяжело всовать. Сейчас расскажу вам. В общем, этот йогурт мы уже закончили. Он очень вкусный. Просто пушка. Это прям сразу первое место. Следующий йогурт, который мне тоже очень нравится, это чудо. Двойное блаженство. Он тоже прям 5 из 5. Вот единственное, вот это вот активия я не очень люблю. Абсолютно чистый. Вот так вот он выглядит. Он воздушный. Я сейчас вам это продемонстрирую. Вы это слышите? Обожаю йогурты. В общем, я не могу без болтавни. Когда я лечила кожу, я сдавала анализы. И оказалось, что у меня пониженный витамин D. Причем сильно понижен. А оказывается, как раз таки он и вызывает хроническую усталость. Вот у меня, знаете, было всегда такое ощущение, что я целый день таскала кирпичи. У меня вечно нету сил. Нету бодрости. Вот это оказывается из-за того, что у меня не хватает витамин D. Пропила курсом. И все. Как будто мне прям батарейки поменяли. Настолько хорошо я себя начала чувствовать. Так что, чем просто смотреть в ютубе народные средства, там, не знаю, травами лечения, лучше сначала сдать анализы. Посмотреть действительно, что у вас болеет. Опять же, дело каждого. Я никому не навязываю свое мнение. Это тоже была просто пушка. Давайте следующий. Вот такой вот. Это что-то шоколадное. Алпелла. Какое-то турецкое производство. Шоколад. Шоколадный пудинг. Такой я не очень люблю. Просто попробуем и сделаем выводы. Стоит ли его покупать или нет. Это, кажется, испачкалось уже. Вот так вот он выглядит. Попробуем. Но эти шоколадные пудинги, они почти все одинаковые. Мне не очень. Не люблю. Следующий. Следующее азербайджанское производство. Давайте попробуем милла. Вот так вот он выглядит. Он со вкусом банана. Я очень люблю бананы. Вчера вечером так хотелось есть пару бананов. Но я себе решила отказать в этом. Лечь спать. Вот прям такое ощущение, что здесь прям краситель такой добавлен. аромат прям бананов. Если честно, меня немножко это пугает всегда. У меня такое ощущение, что добавили много красителей. Он прям жиденький, жиденький. Вообще как вода. Я люблю погуще. Так что тоже так себе. Идем дальше. Дальше. Эрмигурт. Этот я люблю. Уже один такой я схомячила. Вот так вот он выглядит. Он не очень густой. При этом не очень жидкий. Я не люблю, когда вот в таких вот упаковках прям совсем жидкие йогурты, как питьевые. Для питьевых есть отдельная упаковка. Так что мне это не нравится. Здесь прям явного запаха клубники нет. Вроде какие-то кусочки фруктов. Типа... Это, конечно, намного вкуснее, чем предыдущие два. Знаете, он кажется таким более натуральным. Я могу ошибаться. Просто первое впечатление, которое у меня появляется. Следующий. Это активия. Со вкусом льна и черника. И пять злаков. Я что-то уже боюсь пробовать. Я один раз пробовала йогурт со вкусом льна. И мне он вообще не понравился. Это был ужас. Какое-то такое ощущение, что как будто тебе пшеницу насыпали. О, какой цвет, девочки. Просто гляньте, какой цвет. Ой, запах какой-то ужасный, если честно. Вообще ужас, если честно. Такое ощущение, что там просто порезали немного травки. Накидали. Начать хочу с того момента, что я чернику не люблю. И это пахнет как-то странно. Однозначно последнее место. Не очень люблю активию. Хочу снять отдельное видео, все продукты активии, выбрать, возможно, мне что-то понравится. Потому что у чуда я снимала подобное видео, оно хорошенько зашло. А вот это, кстати, я активно видела рекламу в ТикТойке. Мама я поела и кота накормила. Вот что здесь написано. Это со вкусом вишни и черешни. Ааа, как обалденно пахнет. Такое ощущение, что просто флакон с духами активия. Последнее место, это уже все. Очень однородная консистенция. Это тоже такой, знаете, жезенький, но в меру. Здесь я чувствую прям вкус вишни. Не черешни. Здесь вишни и черешни. Наверное, вишня перебивает вкус черешни. Прикольное сочетание. Мне, в принципе, нравится. Дальше. Савушкин йогурт, персик, манго. Попробуем. Тоже, знаете, такой ненатурально желтый цвет. Прям яркий. Это меня всегда отталкивает. Пахнет прям конкретно манго. Здесь персиками не пахнет. Мне нравится, девочки. Однозначно одобряю. Супер. Единственное, вот этот цвет нездорово желтый. Немного пугает, на самом деле. Правда, вам не видно. Но прям, знаете, это ярко-желтый цвет. Понятное дело, что здесь очень много красителя. Следующее чудо. Здесь тоже персик. Еще какой-то фрукт непонятный. Незнакомый мне. Видите, я в начале видео была копченая. А сейчас уже нормально выгляжу. Это все потому, что они засвечивают йогурты. И цветокоррекции получается как-то не очень. Кстати, этот йогурт, он очень жирный. Здесь 5,1% жирности. Пахнет как-то сразу не очень. Очень подозрительно пахнет. Густой и очень вкусный. Здесь прям частички фруктов. Я в детстве в деревне, когда была, у нас постоянно был натуральный кефир, который бабушка готовила. Я брала персики. Сверху поливала их как раз таким кефиром. Домашним мацони. И вкус получался точно такой же, как и этот йогурт. Неплохо так. Но не супер, не вау, но и неплохо. Следующий опять шоколадный пудинг от компании ULKER. Но на мой взгляд, если честно, все эти шоколадные пудинги плюс-минус это одно и то же. Чуть-чуть влево, чуть-чуть вправо. А так, по большому счету, не люблю. То есть, возможно, я выберу самый лучший йогурт на мой вкус. А вы попробуйте его, и вам он, например, не очень понравится. То есть, я выбираю чисто по своему вкусу. Кто любит шоколадные пудинги, пишите в комментариях. Вообще, мне нравится. Такой, знаете, горький. Я уже начинаю сомневаться, кто у нас будет на последнем месте. Здесь у нас появились конкуренты. Активия и вот этот шоколадный пудинг. Активия именно с этим вкусом. Это нечто, нечто ужасное. Дальше у нас йогурт Савушкин и ласковое лето. Давайте начнем с ласкового лета. Давно мы лето не видали. Откроем. Это с уклубничкой. А это Савушкин с ягодами. Этот, кстати, мы, по-моему, на мукпанке пробовали такой. Ой, какой густой. Ласковое лето. Очень вкусный. И учитывая, что он супер дешевый, цвет такой более-менее натуральный. Тоже неплохо. Есть можно. Даже этот лучше. Все зависит от того, любите вы ягоды или все-таки клубничку. И давайте выберем самый лучший йогурт. Вы знаете, что я обожаю вот этот вот. С вот этими кругляшочками. Я его доела до конца. Это просто моя любовь. Я очень люблю этот йогурт. И он у меня на первом месте. На втором месте чудо. Вот этот вот двойной творожок. Очень тоже вкусно. Что касается третьего места, тут уже надо подумать, ребята. йогурта. Наверное, все-таки последний, который мы с вами кушали. Вот этот вот поставим на третье место. Это саушкин йогурт лесная ягода. Вот три места. А что хочу сказать насчет тех йогуртов, которые мне не понравились. Мне однозначно, как вы уже поняли, не понравился. Активия с льном и черника и пять злаков. Это вообще очень вкусно. И еще вот этот вот шоколадный пудинг от Улькар мне тоже вообще не понравился. В общем, это два йогурта, которые мне вообще не понравились. Эти три, которые очень понравились. А все остальное кушать можно. Ставим лайк. На этом все. Обязательно пишите в комментариях, нравится ли вам подобный формат видео, где я что-то сравниваю, пробую, кушаю. Пишите обязательно. А я вас всех люблю. Бегу снимать для вас влог. Всем пока!